вот так катеркинг сейчас будет заходить на свой маршрут вернее уже заходит хорошо в небе висит ему сейчас нужно зайти в воду потом спать на доску она одевается потом парашют его тащат в воде вот так вот они выходят потом надо как-то этот парашют положить на землю чтобы он лег сейчас состояние воздушного змея такого если она отстегнется он улетит на потоке ветра ты знаешь куда потом не найдут одного студента вывели на берег с парашютом который с инструктором занимался а тот вон дальше но он поднял таки парашют поймал ветер и короче начал опять по воде таска смотрите как они его складывают ветер ниже 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 опа и все он лег вот так вот учатся летать на кайф серфинге учатся кайт серфингу или как будет правильно выразиться крен знает но этот парашют он довольно большой где-то ну по периметру метров 6 немаленький стропы тоненькие но очень крепкие такой вот он парашютик баллон с одной стороны над рукой не болит он держится на воде плавает как вот чувак который валялся на пляже вы на воде с упавшим на воду парашютом ветер вот с инструктором вот этот инструктор ему воздух принес ну как-то не знаю передал или подплыл к нему но он на этой доске потом катался сегодня довольно сильный ветер и тащит этот парашют прилично ну человека конечно воздух как бы не подымет на скорости когда по волне прям летишь на этой доске до подпрыгивать и не могут метров там знаю на три-четыре над водой над поверхностью так вот по земле тяговой силы не хватает поднять и вверх ну может все зависит от силы ветра если сильный ветер в пределах ураганного но пришел очередной попрошалка ты толстун ты не худой глянь где заходит барбос алё ты хоть голову подними отдышись чуть-чуть отдохни за раз пао закат отдыхай вон еще конкурирующая фирма ходит все гоняешь конкурентов вон подошел какой-то второй он на него давай галкой что ты рычишь он тебя трогает скажи ты же и так скоро треснешь что это барбосина что говори молчишь молчишь бител какое Закат все некрасивый. Пляж Мандран. Торговцы мороженым таскают вот такие тележки по пляжу вручную. Ну как, на ней можно ехать, это велосипед, но по песку мокрому сильно не покрутишь. Поэтому каткают в руках. Кабан, ты чё рычишь? Гоняй, гоняй. Видишь, как он? Конкурента убирает. Директор пляжа. Жирный. Все толстый. Все толстый. Сох. Мода собачья. Молодец. Охраняй тапочки. Дальше. Ложись. Никого нету. Всех прогнал. Все. Вот шейка приносит еду прямо сюда, на шизлонге. Можно за столом сидеть, можно прямо на шизлонге. Вот такие порции, видите? Много индийцев сегодня на пляже. Выходные. Суббота, они всегда на выходные ездят, на уикенды. А Прошайкин уже пошел туда, уже там лежит. Видите, каким жалостливым взглядом смотрит, чтоб дали что-нибудь. Морда хитрая. Вышел на прогулку вечернюю на пляж и опять возле отеля Рива, вот он здесь находится, свадебная церемония. Опять декорации настроили тут, красоты всякой. Такая вот арочку сделали. Родственники со стороны невесты, со стороны жениха. Нарядные здесь костюмы. Рана здесь стоит, ну короче, все по-богатому. Смотрите, как красиво они делают вот эти вот арочки цветов. Все подсвечено вообще как. Рай. Красиво, красиво, умеют они делать эти все декоры. Слева еще вот несут какую-то гирлянду или я не пойму. Какие-то носилки и что в этих носилках, пока я не знаю. Но сейчас будем смотреть. Народ вокруг глазеет, все интересно. Не, ну да, вот эти мероприятия свадебные конечно. Кто еще шел? Обратите внимание, костюмы, да? И все это так ярко. По-индийски. Вентиляторы даже стоят, чтобы там было не так жарко. Хотя сегодня довольно сильный ветер на пляже. Я так понимаю, что это типа водки какой-то. А вот сейчас будут благословлять папы, мамы. Момент истины. Невеста в красном, жених в белом. Священник поет какую-то песню или молитву там. Ротозею собралась. Вокруг. Дела она ему венок на шею такой. И он ей. Это, наверное, и есть уже, так сказать, кульминация браковосочетания. Красиво, красиво. Смотрите, какая это арочка, как в сказке. Смотрите, сколько она рубит забралась вокруг. Кульминация браковосочетания. Повторяю. Смотрите, как в дымовуху. Распыляет такое конфетти. Красота. 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 что не выйду они повернутся спиной и так не поймали так сейчас может быть еще что-то к морю может исти будут хотя не факт на этом плейсе уже третью свадьбу застают вот выходил сегодня вообще думал камеру не буду включать как бы уже постоянно одно и то же как бы надоело то что надоело думаю вам неинтересно постоянно смотреть на одни и те же пляжи с таким же пейзажем те же на манеже как говорится но вот тут свадьба как раз попалась видите ну как тут не включить камеру и не снять вот это все действо индийской свадебной церемонии красиво же согласитесь ярко красочно празднично поэтому вот такой вот небольшой всем сюжете к вам гуанского пляжа это мандрым пляж мандрым а а вот это тот сик сик или не знаю кто но у него такие вот одежды чем-то похожи на вот этот мужичок ходит каждый вечер по пляжу со стороны аромболя через пляж мандрым а вот сторону ашима вот я иногда хожу но я не каждый день но когда я бываю он постоянно в одно и то же время у него вот это вот мацион прогулки доходит до конца там есть такая речка входит море он там останавливается и все там делать какие-то ритуалы чтобы там не знаю то ли молитвы какие-то читает лучшим своя у него какая-то там медитация и потом идет обратно и так каждый божий день я ни разу не видел уже в течение скоро трех месяцев чтобы его какой-то день не было когда я бываю на пряже он постоянно здесь постоянно поэтому вот так вот уже людей знаешь в лицо ну как не всех но те которые здесь живут постоянно я это знаю просто как как своей деревне на это же знают все же примерно так же и здесь все уже запомнились прошла как раз популярная блогерка гуанская канал называется у нее кошка-бандитка зовут ее даша тоже каждый вечер прогулки по пляжу вдоль побережья в общем такой сюжет получился коротенький ролик не запланированной абсолютно как прочим и все остальные пойду по побережью пройдусь разомнуть чуть-чуть мышцы все друзья подписываемся на канал всем добра всем пока а и а и а и а и и и и вот такие песнопения есть на пляжах всем привет друзья сегодня меняю байк отдаю своего конька горбунка и беру вот это вот ямаху 250 десятку сейчас переставляю держатель кронштейн для телефона навигатором пользоваться вот такая ценки опции мне помогают вот этот синий футболки это чувак который которого я беру в аренду мототехнику все вот цена получилась такая же принципе чуть-чуть там на 1000 дороже ну все да твою твою мою все окей все так забрал тряпку с проструб байк свежий и хорошие состояние бомба эту кашину проехался и 250 к она тянет конечно по сравнению с этим который был этим скутерком это небо и земля этот уже такой вверх настолько был больше это приличная разница сейчас его прикручивая вот этот держатель для телефона сюда прилеплю и все и готов к эксплуатации говорится так ну вот такой вот красавец чуть его протер от или так надо заснять все детали не что есть какие повреждения чтобы не было потом никаких вопросов вроде бы ничего нигде особо нету весь он целый за исключением такой чуть-чуть грязи ну вот щиток на выхватной трубе видите чуть-чуть кто-то где-то его приложил ну это все зафиксируем и вот это вот дуга такая потертая подчерканная ну а так в принципе все вроде бы без повреждений видите f25 вот пятидесятых примутан поворотник изолентой чуть-чуть а и щиток вот тоже видите чуть-чуть момент был на правую сторону где-то он чуть-чуть лег не страшно в общем вот так вот поменял я сегодня коня собирался сейчас ехать калангут наверное уже поеду вот на нем бензин там есть еще чуть-чуть дозаправлюсь и все держатель для телефона установил все нормально вот такая вот пулька она так и пробег посмотрю пробег у нее это ямахи 17000 745 километров ну не такая она конечно и свежая и новая ну все равно новость последний с теми которые я смотрел это намного лучше все это вот как раз мой район здесь за поворотом мой дом здесь вот такая тоже жилая инфраструктура самый главный джип махинра их не компания делать и машины так все едем на заправочку бак здесь на замке лично заправляюсь тут правда есть пол бака в общем то ну все равно не знаю кто не расход поэтому не буду рисковать лучше заправиться резина здесь хорошая почти новая на 3 какой тут интересный свет видите орлиный глаз пара 1 и вот выше 2 посмотрим как она светит так ладно поехали у калангут ну шо друзья доехала на своем новом коне в калангут это парковка магазина декатлон парковка для байков вход находится с той стороны сейчас пойду это единственный такой декатлон который здесь существует в угол вообще в калангуте самые такие самая разная инфраструктура плане торговли здесь и есть гламол или как-то он называется ну всем большой торговый центр здесь в га калангут более разве по этой инфраструктуре поэтому побродим здесь и сниму вообще калангут чтобы вы так видели контраст между арамболем мандрымом и вот калангутом здесь конечно чуть получше дороги ну а так в принципе особого отличия нету ну собственно вот так вот выглядит декатлон вход в него находится он практически в центре а калангута давайте зайдем посмотрим что здесь просто поставить рюкзак сюда дали такую бирочку и поставили рюкзак вот смотрите что здесь есть доски для серфа и большие и небольшие и небольшие все что касается всяких водных видов спорта очки для плавания для снорклинга маски костюмы ласты мечи шапочки ну да капон как декатлон принципе они держат уровень полотенца это наверное единственный первый вернее магазин который я попал в такой вот такого уровня потому что в барамболе в мантре мне там вообще такого ничего нету брендового там только такие частные лавочки вот эти вот доски для игры крикет здесь это очень такая распространенная игра теннисные мячики одежда штаны футболки скейты есть стоит такой скейт 6000 рубасов также отдельно можно приобрести колеса какие-то детали, запчасти скейтом есть более дешевые 5000 3000 ну скейт я даже не знаю где здесь на них можно кататься учитывая что здесь вообще нету никакой пешеходной инфраструктуры никаких дороже колеек асфальт для транспорта который существует он в основном битой и кататься на нем как бы ну такая себе история помадки ну магазин довольно большой так это у нас дел с разными емкостями для воды термосы наверное термокружки ну в принципе здесь можно покупать эти все вещи потому что если брать декатлоны которые находятся в европе которых там множество но цены там европейские в любом случае в Индии учитывая уровень цен здесь соответственно тоже цены будут на порядок демократичнее чем в тех же декатлонах в Европе шапочки шорты тысячу рублей вот стоят шорты хэбэшные разных цветов тысячу рублей это четыреста грешек с чем-то ну либо также в рублях вот снимок такие вот рюкзачки вот такие вот велосипедные наверное небольшие восемьсот руки двадцатилитровые триста пятьдесят где-то гривен быстрых гривнах какие-то знают что это полотенце или просто такие тряпочки для протирки чего-то ракетки для бадминтона да много всего но учитывая ограничения с перевозкой я здесь могу в основном только смотреть потому как все некуда брать находясь постоянно так сказать в движении в поездках ну такая вот сумочка есть спортивная большая складывается на вот такой кошелёчек удобно небольшая такие вот рюкзачки это поменять удобно в плане если его сложить если он сложен вот занимается у нас вот такой вот размер у него это очень удобно маленький рюкзак в карман положил и у вас фактически есть рюкзак 149 150 рупий это в переводе на гривны 70 гривен всего 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 нет вообще не цена не знаю купить что или хотя ладно так что ещё здесь есть такое хорошее и нужное которое мне нужно купить не знаю так кроссовки 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 опять же рюкзаки много всяких рюкзаков футбол маяк этого добра у меня вагон и маленькая тележка поэтому наверное здесь ничего я покупать не буду вот есть такие полотенца они небольшие где-то 70 сантиметров на 50 но они настолько компактные что такой размер сложенном виде м м м удобно положил так рюкзачок и у вас полотенце не занимает таких размеров как обычные большие полотенца м м все они одного размера вот 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 такие же полотенца только больших размеров элька полноценное полотенце для постоянных переездов удобная штука я так понимаю но чемодане будут занимать намного меньше места чем обычная полотенца бумага хлопковая да стоит она 400 гривен ой 400 рупий 190 180 гривен всех цветов но его преимущество в его компактности отель плюс 500 рупий это 200 200 гривен 210 220 у вас фактически вот есть полотенца мои полотенца которые салют поезд привез она намного больше занимает место даже не знаю может купить а это оставить здесь на пляжах одесса потому что в садаре неудобно вот удобные рюкзаки которые не промокаемые прорезиненной ткани сделаны заворачиваются вверх если где-то находиться под дождем здесь конечно ничего не промокнет стоит 3000 рубки 1400 гривен такие вот есть желтые с серым плохой рюкзак не знаю хотя где я так нахожусь в таких условиях чтобы его покупать вьетнамки так вот это дело с мячами выбор большой мячей обувь ну в общем такое шиповки или это бутсы для футбола я небольшой специалист так это еще какой-нибудь отдел смысл интересный тысячу гривен тысячу руки и штаны тоже вот наборы для бадминтона с и с и и с и ракетки набор валанчика футболки 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 хорошая футболка по качеству цены нет милюшесыми вот хороший рюкзак такой крепкий тоже вот здесь вот вот этой влагозащитной стоит 2000 рупий 30 литров ну что нормально 20 евро грубо говоря 20 копейками евро это неплохая цена может быть купить его есть тут коричневый такой коричнево-бордовый какой-то цвет непонятный серый стальной есть побольше рюкзаков большой выбор дорогой 5000 4000 6000 ну это такие туристические рюкзаки полноценные для серьезных походов мне такие не нужны такого плана можно рассмотреть также большой выбор всяких курток дождевиков таких ну как штормовок называют да для непогоды фриски 700 300 гривен чем-то 800 рублей неплохие неплохие кофты куда мне их все пожалуй это мне пока не актуально да ты находишься постоянно в состоянии путешествия такого то есть постоянные перелеты передвижения автомобиль и так далее стараясь избавляться от лишних всяких вещей потому что это создает определенные проблемы и находясь конечно нормальных условиях жизни дома да покупать и вот вещи наверное стал бы намного чаще но жизнь диктует свои условия есть еще второй этаж поднимусь здесь тренажерка всякие полотенца удобная конечно штуки удобная тем что компактная их плюс основной это компактность у нее конечно такого плана не знаю с чего они сделаны и как у них какие качества ну вот метр тридцать на восемьдесят отелька 180 гривен не знаю может купить а свое большое оставить здесь в Индии но не как бы как бы еще одно не нужно а вот поменять то на то полотенце большое оно хорошее качественно оно очень габаритное и чемодане занимает намного больше места чем занимало бы вот такое раза в четыре меньше наверное подумаем опять отдел с одежды футболки 600 рупий в общем делите 600 рупий пополам и еще чуть там отнимите вот там будет цена в гривнах ну в рублях это это такая же фактически стоимость может там на каких-то 20 рублей больше да да декатлон как всегда радует своими выбором своими ценами в каждом этаже на каждом углу эти полотенца самые наверно популярные товары шорты штаны спортивные такие легенькие у меня в принципе штаны есть по мере это такие более летний вариант футболки футболки 300 рупий 120 130 гривен это 3 евро по 3 евро такие вот футболки с хлопка хорошего качества а не это вот 600 это такая поплотнее уже материал этот более такой тонкий легкий цвета разные терракотовый кирпичный синий серый еще одежда женский отдел женский женский интересен опять теннис бадминкон кроссовочки список коврики опять футболки шорты теннис какие теннис такие да это отдел рыболов рыбной ловли может не рыболов ловли заняться прикольно так здесь же нахожусь и многие кстати ловят ходят ловить я видел много рыбаков в сторону клиффа туда вот к светлейку и там со скал рыбачат в океане ловят рыбу не знаю что ловят не знаю на что ловят новую но для этого нужна какая-то оснастка чем-то ловить ее эту рыбку дартс луки для конного спорта такие вот ботиночки такая безрукалка куртка длинные цены конечно по сравнению с испанскими я помню там смотрел все эти вещи одежда для охоты рыбалки камуфляжки разные есть все но в моем случае какая охота хотя люблю это дело я охотник с юных лет но пока без охоты надеюсь доживу до того времени когда вернется возможность охотиться так велосипедный отдел все что касается великом великом так но это совсем как бы не мой интерес в общем как бы ничего себе такого актуального не нашел кроме рюкзака но я в раздумьях стоит его покупать нужно нужно взвесить все за и против рюкзак хороший и цена довольно демократичная в европе уж точно не купишь даже при самой польше он будет стоить ну раза в два дороже наверное все таки возьму себе такой рюкзак 30 литровый он стоил до этой скидки вот на бирке видите цена 3 тысячи 4 тысячи рупий сейчас он стоит 2 тысячи в два раза меньше поэтому ну наверное будет глупо его не купить а свой индийский наверное здесь оставлю у хозяина у самсона попрошу его и оставлю некоторые вещи которые такие габаритные которые мне не нужны большое полотенце вот пляжное которое я ношу с собой ну нафиг не надо а вот это маленькое я все таки купил ну вернее взял сейчас наверное куплю и возьму себе вот этот вот новый рюкзак дилемма только не знаю какой цвет выбрать то ли это серый вот то ли вот такой вот так купил это полотенце компактное удобное оно я вот а рюкзак пока не покупал как бы у меня еще такой бодрый рюкзак ну там среди некуда есть конечно по грехе посмотрим может еще вернусь а не вернусь то не вернусь все туда сейчас пройдемся по калангуту посмотрим как тут выглядит все сравним с мандрамом с аромболем с аромболем по